А сейчас мы находимся возле Бердянского педагогического университета. Он такой прикольный, это такое старое здание. Некоторые говорят, что он похож на фогвард, со своими такими шпилями наверху. Ну, мне он напоминает Черновецкий университет. Он также выполнен в таком же стиле, возможно, даже в одно и то же время построенный, с красного такого кирпича. Кстати, тут несколько таких строений я заметил в Бердянске. Ну, сейчас мы попробуем попасть внутрь, а если не получится... Ну, в любом случае, я сейчас попробую изнутри показать, если получится, а если нет, тогда в любом случае полетаем над ним. Просто сейчас карантин и университет закрытый. И все входы вроде тоже закрыты, но сейчас попробуем еще с другой стороны обойти, посмотреть. Возможно, там есть вход на территорию. Потому что там тоже красивое место на территории. Какая-то брусчаточка красивая. Можжевельники или что-то? Ну, сосны. Памятник жертвам Голодомора. Тут серп и как вот эти жернова для миглицы. Кого-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многие туристы приезжая в Бердянск даже не догадываются, что есть тут такой университет, тут такая атмосфера спокойная Даже скажу чем-то напоминает Европу, скверы европейские, университеты европейские, все так очень спокойно, можно прийти, посидеть, погулять, подумать о чем-то Так что, ребята, кто приезжает, прогуляйтесь, сходите в университет здесь, погуляйте Ведь отдых это не только пляж, пиво и дискотеки вечером Отдых может быть и такой туристический, информационный Кстати, тут есть музей, в котором представлены даже картины Айвазовского Но, к сожалению, он сегодня не работает, а завтра тоже не работает, и мы уже уезжаем Но я думаю, мы еще вернемся в Бердянск и снимем для вас музей Тут еще на территории такой уголок религии Там язычество представлено, христианство, пультизм, ислам, что там еще есть? Разные, Патолуицкая церковь Вот такой вот уголок религии Только немножко у меня есть вопросы к ним Потому что они разделили христианскую церковь на католическую и православную В христианстве еще куча истечений Может, тогда надо было их представить У мусульман есть также много течений У иудаизма есть много течений Ну, это так просто, видать, автор так увидел и так представил Это у меня такой... Ремарка от меня небольшая Ну что, пора поехать подкрепиться Рита очень хочет пиццу Потому что мы в очередной раз едем искать пиццу Недалеко от центрального рынка Там, где идет подъем наверх на обзорную площадку Тут есть такая пиццерия Бармалинь Мы ее нашли, где хорошие отзывы И посмотрим, какая тут будет у них пицца Надеюсь, вкуснее, чем в кафе Пришлось подождать немножко Мы прокатнулись, купили сок И уже должна быть готова наша пицца Ждать около 25 минут Да, вот и та сейчас будет выходить с нашей пиццей Заказала пиццу Пойдет Пойдет Сейчас поедем на набережную ее кушать Приехали уже на набережную И будем кушать пиццу Доставку пиццы заказывали Спасибо Но вот эта же пицца будет получше, чем в ресторане Сели в маршрутку 1850 Посмотрим, сколько мы будем ехать до конца косы на ней Нам надо успеть на закат Который в 20 часов 20 минут Приехали на косу Маршрутка сюда стоит 8 гривен Ехали мы с автовокзала Сейчас скажу Рита переживала 45 минут Ну, я думаю, днем может быть и дольше Потому что он там пробок Да, мы так поехали под вечер Не было пробок и всего остального Днем перейти за паска хотя бы час Чтобы сюда добраться, если вам надо А мы двигаемся в сторону маяка Только надо понять, в какой он стороне От тупика маршрута рек до маяка Надо пройти 600 метров В принципе, несколько минут И мы уже на месте Мы приехали на маяк именно на закате Чтобы заснять, как садится солнце Это будет, я думаю, красиво Но есть один минус Тут много комаров Мы еще не взяли с собой крем от комаров Так что для вас Если вы соберетесь вечером ехать на маяк Берите с собой крем от комаров Сейчас постараюсь подойти поближе Снимать с разных ракурсов снизу И еще постараюсь взлететь Чтобы снять с высоты для вас Это красоту Стратегических объектов запрещено Мы на территории детали Детали Вдаляем запись Ну вот так вот Это не над территорией Это по диагонали Вот забор аж туда идет Это территория Вы хотите, чтобы я эту запись удалил? Да, да, да Все, за территорией фотографируйтесь Отдыхайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, там была одна запись Я чуть-чуть превысил забор его компетенции И все Ну, ничего А вообще, по большому счету Он был прав Потому что, ну, это все-таки стратегические объекты И там всякие приборы Которых может быть сбой Ну, лучше не летать Не приближаться Ну, вот как я Со стороны Со стороны Со стороны можно снимать А вот Прямо над ними Лучше не летать И это, кстати Ну, я немножко сразу начал быковать Ну, я считаю, что все-таки он был прав И Кто имеет дроны Тоже Имейте это в виду Что Над такими объектами Именно над ними Приближаться к ним лучше не стоит Со стороны, да Можно снимать И, в принципе Можно кропнуть потом Так что Снимайте Ну, близко не подлетайте И теперь у нас новый челлендж Успеть на маршрутку Последняя маршрутка Отправляется отсюда Через 20 минут Последняя маршруточка В город с косы Отправляется Вот И Нам надо На нее успеть Чтобы не остаться Здесь ночевать Еще прогуляемся По городу Мы, кстати Сегодня Здесь снимали Ребята из Орела Ешки Снимали передачу Дома лучше Про тоже курорты Повторяю За нами Тоже Сегодня Выкладывали фотографии Они тоже сегодня Были в Бертянске Мы даже думали Что может их встретим Здесь Но, к сожалению Мы их не встретили Вот Возможно Наши еще тут Дороги Где-то пересекутся Было бы хорошо Конечно Встретиться С Синельниковым Женей Вот Сфоткаться Перекинуться Пару словечками С ребятами Из команды Посмотреть Как они работают Когда-то Были В Будапеште Когда Они снимали Как раз Юбилейный сезон И мы тогда Сфотографировали С Жанной Бадоевой Вот С командой Мы тогда Я бы На данный момент Мне уже даже больше Интересная команда Ребят смотреть Как работают Чем Все эти Ведущие Не, ну Ведущие тоже крутые Но Иногда Уже я смотрю больше На Команду режиссеров Операторов Звук Что, как И все остальное Так что Было бы интересно Посмотреть Как ребята работают Уже 9 часов А нашего Автобуса Так и нет Будем ждать А там Смотреть Либо пешочком 15 километров Либо такси Капитан Джек Воробей Поет Караоке По долю Полякова Вы такого Еще не видели А сейчас мы хотим Пойти на колесо Обозрения Посмотреть Как в Бердянск Выглядит С высоты А то же Мы не видели Ну это такое Не, ну Совсем другие Ощущения Когда ты находишься Сам Или видишь Через экран Телефончика Немножко Совсем другие Ощущения Поэтому Сейчас Посмотрим Сколько Сейчас Подойдем На кассу Возьмем Билетики Покажем Вам Сколько Стоит И Пойдем Ну да Колесо Обозрения Стоит 100 гривен Покупаем Два Билетика Два На Колесо Касси Дают Вот Такие Жетончики Два 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 Рита Как всегда начинает что-то боится Она любит Колесо Обозрения Но Всегда боится На нем кататься А тут есть Дядька Фотограф Который Фотографирует вас Ну а мы же сами себе Фотографы Фото желаете на память? Нет Давайте сделаем Понравится, заберете Не понравится, нет? Конечно, мы свое делаем Спасибо Приятного отдыха вам И вам Надо засекти время Потому что написано Вроде было 12 минут Мы зашли где-то в 21.05 Снимай людей Людей много На 50 метров поднимается На 50 метров поднимается Ай Да ну не двигайся Есть Нет 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 Людей всегда хочет На колесо Возрения А потом очень сильно боится Нет Ну ты можешь не двигать Если бы она не двигалась Из-за твоего Наши Торога И Наши Наши И И Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон